У меня вот знаете, такое даже не цель, а вот такое желание найти какие-то недостающие детали, какие-то факты, какие-то уточнения, которые со временем либо забылись, либо ушли, либо тогда казались неважными, а теперь вдруг, ну знаете как, хоп, и находится картина Моне или Рембрандта. С чего, почему, но она же находится в каком-то процессе, поэтому я так надеюсь, что вот эта аудитория будет таким полем, где можно будет найти какой-нибудь прекрасный бриллиант. Когда я готовилась к встрече с вами, я все время думала о фразе, которую мне сказала режиссер Любовь Юрьевна Аркус. Тут я, наверное, должна сказать признанная она агентом, да. Я помогала ей создавать книгу о режиссере Расторгуеве, потому что, и она мне сказала такую вещь, тяни из людей факты. То есть память устроена так, что со временем забывается. И вот я прикинула, что уже прошло с тех времен, когда начиналась эта самая рок-сцена, больше 35 лет. Конечно, и я, получается, тянула эти факты из самой себя. Ну вот, как-то вот так. Откуда я все это знаю? То, что теперь называется рок-сценой. Когда я училась в университете, то я выпустила свой первый журнал, он назывался «Лицо», и он бичевал всякие пороки. Как неправильно преподают журналистику, какой застой царит на кафедре, какие унылые стенгазеты висят на факультете. И, в общем, это был сплошной поток, что все не так. Студенты активно сплотились вокруг этого журнала, и мы писали там стихи, статьи, прозу. В общем, был какой-то такой студенческий лепет. Но были положительные моменты. В процессе создания журнала «Лицо» я вышла замуж за своего однокурсника Валерия Посиделова. Второй положительный момент. Он познакомил меня с Сергеем Тимофеевым. И Сергей Тимофеев, который, вы знаете, по группе «Пекин Роу Роу», нарисовал обложку для журнала. Очень такую прикольную. Слайда у меня нет. Вот. Здрасте. Слайда у меня нет. Но третьим положительным моментом было то, что мне сказали, если ты будешь продолжать, то мы тебя вызовем в деканат под локоток. Но ничего, дело обошлось. И, наверное, это было, по мнению преподавателей, не очень серьезно. Ну и слава богу, но тем не менее, что называется, я набила руку. Вот. В журнале мы ставили под сомнение принципы преподавания журналистики. Например, были такие. Партийная журналистика, научный коммунизм. Ну, вот как-то так. И вот было удивительно, да, Тимофеев нарисовал обложку, а теперь есть улица Сергея Тимофеева в микрорайоне Суворовском. За что большое спасибо Александру Кожину, председателю ВАОПИК, который добился. Когда мы закончили обучение строительства журналов, строить журналы не покидало меня. И мы начали выпускать журнал, уже тесно связанный с рок-культурой, приложение неизвестно к чему. Сокращенно по НЧУ. Для этого журнала обложку нарисовала Людмила Андреченко, моя сестра, как я вам уже говорила. Это была первая обложка. А затем постоянным художником стал Андрей Кравцов. Вот все, что вы видите, это, собственно, создано Андреем Кравцовым. И презентация, вот эти рисованные фигурки. Это был тоже Андрей. Также я хотела бы показать пример оформления. Не получилось, но хорошо. Это Слава Немиров, одна из важнейших фигур для того времени и для становления ростовской рок-сцены. Он занимался различными провокациями, которые будоражили, так сказать, местное болото. Вот пример оформления приложения «Неизвестно к чему». Интервью с одним из первых панков, с Андреем Пановым по кличке Свинья. Вот, собственно, его фотография на втором плане рикошет. И вы можете знать его по фильму Кирилла Серебренникова «Лето». Ну, конечно, в художественном воображении. В воплощении. После всех этих журналов, наконец, наступил третий период, откуда я все это знаю. Пришел человек худенький, с горящими глазами черными и сказал, что я все делаю не так и неправильно. Ну, не то чтобы совсем все не так, но можно было бы делать и лучше. И пропал. Я после того, как оказалось, что я все делаю не так, очень долго переживала, волновалась и мучилась, но человек появился снова с сумкой. В сумке лежали журналы, которые назывались «Ура, бум, бум». И были они тоненькие, тоненькие, тоненькие и состояли всего лишь из двух статей. Первая статья была «Выставка в туалете», где впервые выставка в туалете. А вторая статья была «Интервью с Задирием. Он умеет делать только то, что он умеет делать». Задирием, он же Алиса, он же человек, который дал название своего имени группе Константина Кинчева. Выставка в туалете была проведена ростовскими художниками, товариществом «Искусство или смерть». И там выставлялся Авдетир Аганян, там выставлялся упомянутый Сергей Тимофеев, по-моему, Кошляков. И выставка была через три часа после начала закрыта. Объявили, что в туалете нет воды, но вот эта художественная провокация была отражена в этом самом журнале. Человека звали Ефимиус Мусаимелиди, а кратко Фима Мусаилов. Он придумал название журналу, и получается, что вот так того не ведая, мы стали с ним делать этот журнал, и получилось, что я хроникер, а Фима – мой сообщник. К сожалению, или к счастью, он живет уже давно не в России, но, тем не менее, вот такое замечательное, на мой взгляд, дело он оставил. То есть мы говорим о 80-х годах, когда в Ростове появился рок-клуб, и вообще по всей стране появлялась система рок-клубов. Говорили, что это происки КГБ и все клубы – продукт этой системы, потому что таким образом удобно было контролировать и держать всех под колпаком. Так это или не так, когда все были до кучи, я не знаю. На тот момент в Ростове существовала примерно… Да, вот обложка «Ура-бум-бум», это я в тем временем. Здесь человек, который выпускал аналогичный журнал в Таганроге, Фензин назывался «Палата». Вверху пример оформления журнала. Вот все эти серпы и молоты, это все было вручную нарисовано, потом было от ксерина и размножено. Не от ксерина, ксероксов тогда тоже не было. Были печатные станки, которые назывались РЭМ или РАМАЁР, очень плохого качества, но, тем не менее, вот они выручали таких подпольщиков. Да, значит, 12 групп существовали до появления рок-клуба самостоятельно, репетировали на своих точках, как правило, это были ДК, ДК резинового завода, ДК шиферного завода, расплачивались тем, что выступали, играя для трудовых коллективов по каким-то, значит, праздникам. Почему группы стали так популярны? Почему они стали так популярны? Ну, прежде всего, потому что в стране не происходило ничего. Был некий застой, руководил несменяемый генеральный секретарь Леонид Ильич Брежнев, и казалось, что нет, ну, не происходит ничего. В области культуры, за исключением такого искусства классического, под запретом было абсолютно все. Была цензура, отсутствовала свобода передвижения, была цензура печати, и самое главное для рок-групп была литовка текстов. Это когда человек должен был пойти и сочиненный им текст отнести в управление культурой. Там его читали, проверяли на благонадежность и ставили круглую печать и подпись. Ну, я так рассказываю, потому что я вижу много молодых людей, которые, возможно, про этот факт не знают. Ну, я вот как-то вспомнила. Хотела процитировать вот что. «Надсмотрщик и культуры управляют твоим досугом. Надсмотрщик и культуры лелеют твой собственный кайф, но им плевать на твою душу». Ну, вот это то, что не было залитовано, было не подцензурно, спел посиделов. То есть означает, что в папке с круглыми печатями этого текста не было. Его удалось, так сказать, протащить мимо. Ну, и как следствие, управлением было то, что в Ростове-на-Дону издали методичку. Это же управление культуры тогдашнее. Была издана методичка, в которой прямо было прописано, какие ансамбли запрещены к выступлению в городе Ростове-на-Дону. Значит, там была машина. То, что я помню, я хотела ее в эту презентацию засунуть, но не нашла. «Аквариум», «Машина времени» и вот ростовская группа «День и вечер». Еще хотела цитату. «Полным-полно свободы, но каждый третий мент. До свидания, но мы пока что здесь». Это цитата из Леши Золотухина и его группы «Театр Министрелий». Пародия, сарказм и такое безудержное веселье. Ну, вот как бы вот краткая оценка творчества группы. Телевидение и радио все было наполнено предсказуемым контентом и шли бесконечные трансляции съездов КПСС. Это к тому, что не было интернета, мобильной связи тоже не было, стационарные домашние телефоны были далеко не у каждого. И тогда же развелось такое явление, которое сейчас бы мы называли «дауншифтеров». Тогда это было поколение дворников и сторожей, когда люди сознательно уходили из вузов, каких-то работ и устраивались в кочегарки, ну вот как цой, и для того, чтобы была возможность творить, что называется. Кстати, вот на афише, которую сделала Арта Крайна в нашей встрече, как раз там фотография, сын сфотографировал меня в кочегарке, где работал цой в Петербурге. Я еще хотела сказать о том, что в те времена был также большой дефицит не только духовного продукта, но еще дефицит продуктов питания. Например, в Ростове, как во времена Гражданской войны, продукты продавались по талонам. Ну, по карточкам уж совсем не так, их деликатно называли талон. На талон можно было купить крупу, сахар, мыло, сливочное масло, но все было в очень ограниченном количестве. Из Ростова на Украину ездили колбасные рейсы. Также они ездили в Петербург, в Москву и в другие столицы. Также не было одежды, ну, джинсы были культовым предметом, наверняка вы об этом знаете. И стоили как средняя зарплата. Рядом с магазином солнца в Бакале и с домом книги существовал свадебный талон. Я вот помню, мы там покупали туфли на свадьбу. Ну, то есть, может, эти детали, мне кажется, удивительными. Ну, и, конечно же, не было самого главного этой вожделенной музыки, информации о ней. Редкие счастливчики, которые попадали за железный занавес, они привозили пластинку. И это пластинки. И человек с винилом становился моментально самым популярным в городе. Он разрешал благосклонно, или не разрешал, и жадничал свои пластинки для того, чтобы их переписывали. Тиражировалось это на кассеты, либо на бобины. И этот человек был очень важным. Также не было журналов, а музыки никак не было. Хотя за границей существовал Rolling Stones, New Musical Express и другие. Но для нас это было... Ну, если в город попадал один журнал, то мы старались его быстро переводить и печатать все это в Ура-Бум-Буме. Вот. Переводила, опять же, сестра Люся Андрейченко. Забавно то, что спустя... Несколько лет после того, как мы стали выпускать Ура-Бум-Бум, он вдруг стал попадать за границу. Как? Это было совершенно непонятно. Но, видимо, кто-то приезжал, а потом увозил. Но, тем не менее, этот факт остается фактом. Вот. Однажды журнал попал каким-то таинственным образом в Бразилию. Человек по имени Фабио Рикардо был такой меломан, который любил русский рок и изучал русский язык. Вот он прислал такой подарок. Вручную он сделал крошечную виниловую пластинку для группы «Там нет ничего ростовской». И вот на моей руке вы видите, какая она маленькая. При этом она бумажная, там целлофанчик, там вот шуршащая бумага. В общем, все было очень трогательно. И письмо он прислал на голубой бумаге печатными русскими буквами. Значит, примерно такого... Не примерно, вот часть цитата. «Я уже знаю группы России, такие как Василий Шумов, кино, очень поп, но очень хороший, Браво, Пекин Роу Роу, вот представьте, человек в Бразилии знал уже тогда, что Пекин Роу Роу, Ноль, Хару Мумбуру, биоконструктор, Алиса, в скобках ужасная Алиса, зоопарк и так далее». Вот. Ну, не знаю, это было очень трогательно, и до сих пор мне это кажется таким каким-то приятным воспоминанием. На самом деле, ростовские группы мечтать не могли о виниле, записывались в домашних условиях, в студии, как я уже говорила, на кассеты и бобины, и... И вот еще что. Во множестве источников описано, что было сначала. Сначала были рентгеновские снимки, на них наносилась звуковая дорожка, это были первые, так сказать, рок на костях. Да. Потом были мягкие грампластинки, винил. Но вот недавно я узнала один очень любопытный факт, и... значит, факт такой. В Ростове я считала, что была самая главная сходка, это на Пушкинской, где собирались меломалы. Оказывается, была такая же встреча по интересам на площади Трех Птиц. Трех Птиц это неофициальное название, неофициальное название площади Тружеников, потому что там существовало отделение милиции, и называлась она Воронок, кинотеатр Сокол и кафе Чайка. Вот там была также пластиночная сходка. И там нужно было подойти и сказать заветные слова, и тебе продавали виниловую пластинку. Но суть этой виниловой пластинки была в том, что поверх Апрелевского завода, тогда только один существовал завод, говорим, пластинок Апрелевский, поверх этого накатывался другой слой блатных песен. Вот мне кажется, это неизвестный факт, если кто-то об этом факте знал, ну, поднимите руку, я первый раз. И говорят, что так, ну, как бы, человек, который мне это все рассказал, он 1947 года рождения обещал эти пластинки принести, вот, и объяснял тогда, что вышло очень много по амнистии людей, которые были посажены Сталиным. И вот эта блатная песня стала невероятно популярна, но поскольку идеология не позволяла тиражировать блатняк, вот, было сделано вот так. Также очень важной отраслью для становления ростовской рок-сцены было самопалостроение. Это когда умельцы изготавливали либо копии фирменных гитар, либо делали такие авторские варианты. Как вспоминает в интервью журналу «Кто главный?» Музыкант «Кто главный?» По-моему, это была статья Сережи Медведева, замечательного журналиста и драматурга. Так вот, в интервью Медведеву музыкант Валерий Премьеров, вот он слева Валера Премьеров прильнул на плечо к Герману Дежечко. Премьеров говорил «Я очень хотел играть на скрипке, но родители, узнав, сколько стоит скрипка, пришли в шок. Пришлось выбрать бас-гитару. Инструменты были жуткие, у меня до сих пор неправильная постановка рук». Ну вот, это вот те самые времена самополостроения. Группа «Матросская тишина» на этой фотографии, она, правда, уже раскрашена с помощью современных технологий. И, кстати, вот интересный факт для меня про Германа Дежечко. Однажды он разговаривал с Максом Покровским и сказал ему, который ногу свело группа, и сказал ему, что лучше всего петь не протестные песни, а петь такие бессмысленные словосочетания, как там «Remember Бахару Мумбуру», например. Покровский попробовал и получился хит. то есть Герман доказывал, что звуковые алитерации гораздо важнее и интереснее, чем тексты. Значит, как я уже сказала, фирменные инструменты типа фендеры, стратокастеры, телекастеры, ибонессы и прочие гитары, во-первых, стоили очень дорого, во-вторых, их просто не было в стране, в свободной продаже. И вот, знаете, само полостроение было потрясающе развито в Ростове-на-Дону, а зимой этого года я попала в Москву, и там есть такое популярное место, называется «Флакон». И вот, когда мы пришли в этот флакон, то магазин, который торгует гитарами, сказал, не знаю, что мы ростовчане. Слушайте, вы хотите купить гитару? У нас вот есть. Показал и сказал, это самое крутое произведение, и делается оно в Ростове, в Нахичеване. Мы очень долго хохотали, а продавец не понимал, чего, собственно, такого смешного. Ну, вот, знаете, наверное, традиции живы до сих пор, и эти мастера до сих пор покоряют столицы. Вот. А? Здесь присутствует мастер, да? Ну, вот, рок-группы были глотком свежего воздуха, частью свободы, и, как сейчас я думаю, оппозиции режима, режиму. Осознанной, неосознанной, просто в какой-то момент люди, как мне кажется, устали, и начали говорить, ну, вот, то, что они думают, вот, вопреки тому, что это было опасно, или можно было пострадать. Наряду с развитием самиздата появились в официальной прессе очень такие робкие колонки. Мы их вырезали, все это, приклеивали, и, ну, как бы, вот такая библия, библия создавалась, библиотека того, чего нельзя было прочесть. Например, я выписывала журналы, не журналы, газета, одна из, газеты Прибалтики. Одна из них называлась «Молодежь Эстонии», и там существовала колонка журналиста Николая Мейнерта, и в Ростов приходили такие аккуратные пачечки, там был прям индивидуально написан номер твоего дома, фамилия, и я открывала эти газеты и читала с двухмесячным опозданием, где какой рок-концерт проходил в свободной тогда Прибалтике. Тогда Прибалтика, ну, казалось нам неким такой частью Запада. Вот. Все это было на Чкаловском, который потом почему-то стал считаться бандитским районом, но Чкаловский, на котором, в котором мы тогда жили, подарил миру, хочу напомнить, единственного человека, актера Константина Лавроненко, единственный в постсоветском пространстве актер, получивший приз Каннского фестиваля за лучшую мужскую роль. И это же здорово, единственный актер-мужчина из Ростова, понимаете, изо всей России. Сейчас я приготовила его фотографию напомнить, но опять у меня не получается нажать. Это был фильм «Изгнание». А, вот. Жигунов, наш не менее великий земляк, я и Лавроненко. Ну, поскольку мы в кинозале, я пытаюсь, значит, связать еще и с этим. Вот. Вот такой вот был поселок Чкаловский, на котором мы жили, на котором происходили события. Что еще важным было для тех времен и становления ростовской рок-сцены? Очень важным был человек по имени Александр Николаевич Житинский, писатель-фантаст, вот он на этой фотографии со своей чудесной машинкой. Фотография неэксклюзивная, я ее просто нашла где-то в интернете, я не могу сослаться на источник, поскольку не поняла, где. Житинский придумал объяснить широким народным массам, что такое рок-музыка, и в ленинградском журнале Аврора учредил рок-эпистолярии. Это были не просто публикации о рок-музыке, он организовал целое движение, например, можно было послать альбом и получить рецензию, ну, например, группа 12 вольт из Ростова-на-Дону так и сделала, она отправила свой альбом и получила рецензию, и другие группы также могли получить рецензию, но это было нечто невероятное, но это как, я даже не знаю, это было какое-то просто супер новое слово, возможно, на Западе это существовало, у нас этого не было, и это было удивительно. Кроме того, когда у журнала Авроры резко взлетел тираж, то они стали даже устраивать фестивали, и на эти фестивали также приезжали региональные группы, ну, вот как из Ростова-на-Дону, многие группы выступили на фестивалях Авроры и получили признание, получили какой-то отклик, то есть, ну, не варились просто в собственном соку, хотя все ростовские группы активно выступали по всему пространству Советского Союза. Где-то это были личные контакты, а где-то это была заслуга рок-клуба, который все-таки появился, потому что рок-клуб организовывал это все. Они узнавали, кого хотели бы видеть в других городах России, ну, были везде, в Сыктывкаре, в Киеве, Харькове, Днепропетровске, Днепродзержинске, Питере, Москве, Саратове. Ну, короче, география была полной. И это было удивительно, потому что этим, ну, не существовало концертных агентств, не существовало никаких организаций. Это было вот такое движение народного творчества, в народных же массах. Кроме того, ростовский рок-клуб занимался еще и просветительской деятельностью. В Ростов активно приезжали другие группы, опять же, из всего, изо всех уголков России. Таким образом, Ростов познакомился с работой Хоу, коллежским асессором и многими-многими другими. Вот, кстати, когда я говорила про факты, мы вот с Сергеем, организатором Рококраины общались, и он говорит, знаешь, комитет охраны тепла? Я говорю, знаю, но лично Олди нет. А он говорит, а вот комитет охраны тепла исполняет песню, написанную на стихе Виталия Калашникова из нашей Заозерной школы. Мне кажется, удивительные факты, знали, не знали. Сереж, какую песню? Там на Молуле. Вот, пожалуйста. Вот Прожитинского так рассказала. Рок-клуб провел несколько рок-фестивалей. В 87-м году рок-марафон в ДК строителей. В этом же году должен был состояться фестиваль Ростовского клуба, который был запрещен администрацией города Ростова-на-Дону, и газета Комсомолец на тот момент посвятила целый, вот смотрите, целый разворот, это вот две полосы, было посвящено тому, что не состоялось. Анализ, почему все было закрыто или называется свинтиль по-тогдашнему. В 88-м году фестиваль Закрытая зона. Собственно, вот фестиваль Закрытая зона, я бы остановилась на ней подробнее, потому что очень ярко было понятно атмосфера страны в Ростове в то время. Во-первых, название, которое говорит само за себя. И, во-вторых, он оказался таким самым масштабным движением, фестивалем рок-клуба за всю историю его существования. Фестиваль продолжался три дня и собрал десятки клуб со всей страны, а также ряд рок-журналистов, включая редактора знаменитого андеграундного журнала «Рокси» Александра Старцева. Это очень эрудированный человек, мне повезло с ним познакомиться и даже записать интервью, где, опять же, ему большое спасибо, он разобрал творчество ростовских рок-групп и как бы проанализировал ошибки и, мне кажется, это было очень важным. Интервью называлось почти как у Михаила Булгакова «Зойкина квартира», потому что в квартире, где мы записывали интервью, была кошка Зойка, которая родила несколько котят в этот момент, поэтому «Зойкина квартира». Задник нарисовал знаменитый ныне художник Юрий Шабельников, это был такой черный задник с роскошными лагерными зэковскими татуировками. Задник провисел один день, на другой день его арестовали. Арестовала администрация института Ришта, где и проходил этот фестиваль. Тем не менее, задник вдохновил нашего Андрея Кравцова, который, как я уже говорила, автор вот этих смешных фигурок на этой презентации, и он повторил татуировки на груди зэка, и мы сделали из этого чудесную иллюстрацию в журнал. Фестиваль после первого же дня настолько насторожил, скажем так, мягко власти Ростова, что вокруг Ришта были стянуты пикеты милицейские, одиночные милиционеры прятались в кустах и не прятались в кустах, и туда же были мотоциклетные наряды и передвижные КПЗ. КПЗ это камеры предварительного заключения. И как бы, ну, это было нечто, и почему так боялись власти, остается только догадываться. И вот, знаете, когда я подумала, мне кажется, до сих пор, что и тогда музыка была наилучшим способом выражения, и еще раньше Витольд Абанькин в 1966 году был арестован ростовчанин и посажен на 12 лет в тюрьму за стихотворение неугодное. Потом он принимал же участие в борьбе заключенных за свои права и об Абанькине, как об одном из своих соратников в Нобелевской речи говорил академик Андрей Дмитриевич Сахаров. Ну и что сделала Абанькин, когда он освободился, вернулся в Ростов? Он стал писать музыку и создал группу, которая так и называлась 58-я статья. Это то, что было, так сказать, при тече ростовским рок-клубом. Еще когда мы собрались тут немножко раньше до лекции, то спрашивали, какие связи были у Заозерной школы с рок-клубом. Я хочу сказать, что праздник великой, был такой фестиваль, праздник великой любви царицы Клеопатры, и там, кстати, участвовали представители Заозерной школы, в частности, пел Геннадий Жуков, а также бомжи, которых привезли с окрестных вокзалов, и бомжи, одаренные вином, танцевали, пели, делали стойки, и, в общем, это был такой хэппининг и перформанс. И стоял Сергей Тимофеев и всем раздавал смешные картинки, она у меня из дома до сих пор. Смешные картинки это вырезанные из всякой прессы на тему египетских цариц. Вот. Спрашивали меня также до этой лекции, кто был первым. Были ли первыми те группы, о которых я могу говорить, видите, я их застала, то есть День и Вечер, Абонент 09, вот, это вот слева на первом плане, Сергей Галкин, Вова Овечкин, Эрик Пивкин. Были ли они первыми, а также Геликоптер Блюзбенд, а также Театр Министрели и 12 Вольт? Наверное, нет, потому что первый рок-фестиваль, как мне сначала рассказали, а потом я прочла в Великом интернете, был проведен 9 мая 1969 года. И это было на базе на левом берегу Дона, на знаменитом нашем Либердоне. И фестиваль был организован музыкантами ростовской группы «Утренняя роса», поскольку отец басиста «Утренней росы» Хохлов Сергей Алексеевич был секретарем парткома организации, которая называлась «Ростов сельхозстрои». И вот на этой институтской базе отдыха без лишнего шума как раз и сделали этот фестиваль и там участвовало как минимум еще раз, как минимум четыре ростовские команды «Утренняя роса», «Утренняя роса», там лидером был Сергей Агеев, «Неудачники», «Малыши-братья» и «Корда». Позже его журналисты назвали «Вудсток на Дону» и это был первый, ну вот, может, такая гордость ростовская меня разбирает, но опять же в Википедии написано, что первый фестиваль под открытым небом был именно в Ростове-на-Дону, именно вот этот фестиваль, который, повторяюсь, был назван «Вудсток», он появился раньше, чем Питерский рок-клуб, фестивали Питерского рок-клуба и Московской рок-лаборатории. Фестиваль посетило около двух тысяч человек, об этом свидетельствует художник Александр Кисляков, раньше он принадлежал к искусству «Товарищество» или «Смерть», а теперь галерея Жданов, которая находится в городе Таганроге. Так вот, он вспоминает, что фестиваль посетило около двух тысяч человек, при полном молчании прессы, разумеется, но об этом якобы упомянул «Голос Америки». Ну вот, легенда не легенда, но обращайтесь к Кислякову за точностью. Так, первая, наверное, попытка зафиксировать уходящие явления ростовского рока, точнее, даже не зафиксировать, а систематизировать, принадлежит журналисту Андрею Бережному. Он был редактором ряда замечательных журналов и предложил мне написать нечто вроде энциклопедии. Начиналась эта энциклопедия, как водится, с буквы А и Абонент 09. Ну вот, собственно, вы видите эту группу. Аналогом названию послужил название немецкого футбольного клуба Шальки 04, а Абонент 09 это была такая телефонная справочная. Название придумала на тот момент врач скорой помощи и супруга Володи Овечкина Ольга Тиаста. Я первый раз с этой штукой и не туда все время нажимаю. Вот, Ольга Тиаста врач скорой помощи. Сейчас она живет в Италии и пишет там книги. Вот, Тутти Матутти и так далее. Книжки прикольные. Живет она в итальянском городе Абруццо. Почему я о ней так вспоминаю? Потому что Ольге принадлежит еще чудесная песня о Ростове-на-Доно. К сожалению, она очень мало известна, но в интернете ее можно найти. Книги очень едкие, высмеивающие нравы итальянцев и на примере семьи своего нового мужа. Ну, впрочем, первому мужу музыканту Вове Овечкину посвящена глава под названием «Три маминых зятя». Вот, почему я остановилась подробно на названии «Абонент 09» и так далее. Привет. Потому что когда-то мне пришло в голову, что если все что-то коллекционировали, кто-то марки, кто-то пластинки, кто-то еще что, я коллекционировала названия и составила названия всех этих рок-групп в энциклопедию. Энциклопедия не издана, не опубликована, но главное, что я ее написала. Вот. Вова Овечкин со своими удивительными ситарами, дотарами и прочими экзотическими инструментами. И «Абонент 09», как я уже сказала, выпустил, выпускал альбомы, как и все ростовские группы, и тексты были такими психоделическими. Некоторые названия. «Кремлевские голуби», «Руконогая Тулова», «Маршка мышеводов». Да, и надо сказать, что одно из отличительных из главных отличий поп-музыки от рок-музыки это были собственные тексты. То есть все ростовские группы писали собственные тексты, тогда как для поп-музыки тексты мог писать кто угодно. Но Вова Овечкин даже в свою очередь сделал такой реверанс сторону рок-музыки и написал тексты для Владимира Преснякова, по-моему. Сейчас Володю все прекрасно ростовчане знают по бренду, который он придумал. Вот очень оригинальному вы видите майка, которая похожа на американский флаг или стилизована под американский флаг только с нашими донскими голубыми волнами и с раками вкусными, сваренными и так далее. То есть вот собственно такой неофициальный флаг Ростовской области, повторенный на этой же майке. Абонент 09 выпустил два альбома, они очень оригинально названы, совершенно не похож одно название на другое. Первый назывался Звукосымок 1 и второй Звукосымок 2. И что еще хотела сказать про Абонент 09 что однажды они выступили на стадионе Россельмаш и есть прекрасная фотография всей группы Абонент 09 на этом стадионе Россельмаша. Вместе с ними выступал человек, которого все теперь прекрасно знают Виктор Цой черная рубашка белый стратокастер и вот что удивительно об этом факте нет никаких упоминаний и никаких фотографий. Я была на этом концерте я видела Цоя его помнят все абоненты 09 потому что это было очень почетно выступить на разогреве у знаменитого музыканта. Ну почетно не почетно но тем не менее все стремились попасть что называется в обойму вот поэтому дело это было на стадионе Россельмаш его больше не существует теперь это называется стадион Олимп злые языки говорят что его переименовали в честь сигарет Олимп но я думаю врут и я надеюсь что может быть в результате нашей встречи кто-нибудь придет домой и скажет папа мама а вы были на том концерте он скажет о да вот у меня тут есть фотография и пожалуйста мы найдем Цоя в Ростове и абонент 09 тех времен неизвестные фотографии ну вот после того как группа абонент 09 рассталась из-за распалась точнее из-за непримиримых как они говорят противоречий то есть тогда они говорили что одни любят музыку а другие вино и девушек эти противоречия оказались несовместимыми но может быть это была шуточная версия Вова Овечкин придумывает вместе с Эриком Бекером проект Павлин-мовлин и он становится первым танцевальным клубным проектом ну может быть не первым но я скажу деликатно одним из первых и вот Павлин-мовлин распустив так сказать хвост создал диск который назывался Высокий культур-мультур и это был уже 1999 год и молодой Кирилл Серебренников снял для них клип который назывался Жадность сильнее любви в роли женихов и невест снялось пол Ростова-на-Дону вот я тоже была невестой и и что вот собственно что еще это кадр из клипа Жених и невеста здесь они более-менее гармонично смотрятся но вообще все пары были подобраны по контрасту ну например там высокий жених и маленькая полная невеста или совсем престарелая невеста и юный жених ну и так далее вот оператором клипа был Эдуард Макарыч Кичиджиян вот он на крайнем снимке за ним Оксана Коломейцева которая была соавтором и соведущей в моей программе труба и самое важное что этот клип был снят на кинопленку и вот эта тренога она ездила и к тому моменту уже в Ростове было свернуто производство документальных фильмов по Дону и Кубани разобраны были монтажные столы и все то чем славен был Ростов своим кино просто было разобрано и так сказать ну такой еще мягкий термин но не знаю какой а еще через некоторое время была и кинохроника разрушена так вот пленка проявлялась в Москве и на этом наверное про это все следующая группа День и вечер на фото на верхнем Валерий Посиделов Олег Гуменов вот улыбающийся солнечно прям с солнечной улыбкой Леша Нежинцев это они же на репетиционной базе уж не помню какого там завода это они же Валера пьет что-то Леша кушает ну и как как бы картинка показывает знаменитую формулу кино вино и домино 1979 год группа День и вечер убеждает администратора театра Горького что каждый уважающий себя театр должен иметь при себе штатную рок-группу им почему-то верят и дают им помещение так День и вечер поселился поближе к рампе устроил серию скандальных концертов управкульт пришел в ужас и спасло только то что все концерты были бесплатные и им не могли ничего вменить но изгнали их из театра Горького и вообще гнали потом откуда только можно стращали детской комнатой милиции АБХСС КГБ Министерством культуры и так далее группа уходит в подполье называлось это так и начинает рожать домороченные кассетные альбомы за 8 лет 8 альбомов группа также исполняла собственные тексты написанные и музыку лично участниками группы и группа стала первой о ком написала как о явлении забугорная пресса это был западногерманский журнал Элан и статья Андриана Гайгиса вот это собственно картинка с подписью панк плюс перестройка оттуда и это был 1992 год кстати я забыла сказать о чем меня попросили организаторы вот на этом столике тут лежат пластинки майки и также страничка из журнала Ура Бум Бум сделанная вручную вот с этим самым панком и перестройкой с этой статьей позже Википедия назовет группу одной из самых значительных ну впрочем я заметила что Википедия все группы называет одной из самых значительных в истории ростовского рока мне это очень нравится потому что это как бы ну так очень приятно и никто не стремится быть первее кого-то в общем день и вечер жил-жил-жил умирать не хотел а вот люди каждый хотел там быть лидером потому что каждый из участников был очень сильным и в итоге день отделился от вечера и каждый занялся собственным творчеством Валерий посидел придумывал несколько новых проектов например группа новые комсомольцы потом трансмотор потом там нет ничего из казачник в законе вот сейчас если получится перелесну ну вот собственно там нет ничего в дк Россельмаш на презентации цветного издания журнала бум который вышел из ура-бум-бум что еще значит один из проектов назывался сказочник в законе как я уже сказала по одноименной книге Валерия Посиделова вот это доморощенная такая обложка ее и там написано что она одобрена какими-то значимыми людьми города Батайска вот так же я не помню в каком году Юрий Бессмертный художник создает линогравюру Вася что мы сделали жизнью по мотивам песни группы там нет ничего и и он говорит что меня вдохновила песня Юрия Бессмертный Вася что мы сделали жизнью я разучился смеяться ты научился считать ты не стал космонавтом я не стал моряков сегодня Бессмертный главный художник Азовского палеонтологического музея краеведения и ну вот такой факт в 2015 году в М-галерее на выставке Анфас художник и преподаватель Академии архитектуры и искусств Елена Павленко выставила манекен мрачный потусторонний мир ну такой эффектный манекен назывался там нет ничего кроме того Валера посидела Дмитрий Христианов написали музыку к спектаклю теперь уже всемирно известного режиссера Кирилла Серебренникова Сад Себастьяна по пьесе Тенесси Уильямса и также озвучивали телевизионные программы Ураган модная линия труба ну и в итоге я написал книгу магия рок-музыки где были собраны материалы о отечественных рок-звездах и местных рок-звездах вот одна из рецензий на сайте Boombox сообщала что магия рок-музыки написана не теоретикам а независимым рок-музыкантам участникам а не наблюдателям за процессом ну и наряду с эпатажными рассуждениями самого автора на страницах можно было встретить редкие интервью а некоторые цитаты даже хотелось растащить а некоторые интервью даже хотелось растащить на цитату ну вот к творческим судьбам других участников клавишник Константин Мацанов набрав команду матросов пустился в платье по собственному формат фарватеру и называл свою группу амурские волны по другой версии лимурские волны отдельной главы заслуживает личность по имени Эдуард Срапионов он был сейчас он был человеком ах вот простите я хотела показать амурские волны вот да что ж такое не получается не получается вот амурские волны посмотрите какие все классные улыбчивые вот и замечательная группа и я хотела сказать что отдельно хотела рассказать о человеке который сначала был осветителем и фотографом Эдик Срапионов и вот благодаря его объективу вся ростовская рок-сцена оказалась опортреченной я не знаю кто делал эту фотографию может быть Эдика может быть нет но почти каждая группа была сфотографирована Эдиком и благодаря ему у меня никогда не было беды с иллюстрациями всегда в журнале ура бум бум хватало очень много фотоматериала Эдик бас-гитарист экспериментатор изобретатель диковинных инструментов и более молодое поколение знает его по новому его сценическому псевдониму Папа Срапа в группе день и вечер он ставил свет звук и еще интересный факт он был еще уличным фотографом я вот вижу что сейчас на улице Ростова вернулась эта профессия а Эдик да вот он сидел и проявлял миллионы пленок работая уличным фотографом а еще Эдик часто фотографировал моего сына и получается так что когда сын вырос он стал фотографировать Эдика и это был такой знаете какие-то сообщающиеся сосуды это также участник сначала Сергей Галкин сначала участник группы абонент 09 а потом амурских волн именно он позвал Костю Мацанова однажды каким-то ненастным вечером к себе в студию они там поиграли поиграли посописывались и собственно так и началась группа амурские волны вот вот пожалуйста это мой сын Митя Посиделов сейчас он уже взрослый дядька а тогда вот ребенок на празднике царицы Клеопатры повторяет рукой роспись задника которую также сделал Сергей Тимофеев и его товарищи вот когда Митя вырос он стал не только фотографировать Эдика но еще и снимать про него при всяком удобном случае видео и выкладывал его в сети с приписками может это пошло но дядя Эдик гений вот а как-то пришел домой и повесил на сцену такой черный квадрат Малевича и в этом квадрате были механизмы часов и было написано что это фактор времени оказывается Эдик делал вот такие замечательные поделки и он говорит ну а что я подумал классно же я говорит купил чтобы дядю Эдика поддержать это было трогательно потому что он был подростком и понятно что деньги у него было ограниченное количество вот собственно Эдик на балконе у нас на Чкаловском а это уже Эдик в ситуации папа срапа вот что касается Эдика то группа там нет ничего написала композицию искусственный космос и подарила ее посвятила ее Эдику папе срапе и это было давно в 1996 году Эдик играл во многих джазовых оркестрах рок-группах наиболее известных группы зазеркалья около семи лет Эдик играл на бас-гитаре собственного конечно же изготовления в ростовской коммуне урблюд драмадер еще еще одна знаменитая страница про Эдика это то что он сам собирал синтезаторы конструкторы называл их пердута он считал что пердута это по-итальянски означает потерянный ну может это и так а также а также в 2010 году в галерее которая к сожалению уже не существует она называлась Вата на улице Красных Зорь Эдик презентовал свой альбом Зеркалька да и если вы не видели то я вам очень рекомендую документальный фильм режиссеров Константина Иванова и Никиты и Никиты Кабардина который так и называется Папа Срапа фильм выпущен три года назад и заслуживает внимания кроме того Эдик озвучивал спектакль Юрия Муравицкого в театре 18 плюс и он назывался Папа да это снова сын фотографирует Эдика который выступает в кафе Ложка было такое кафе на праздники на выставке посвященной Эльфреде Павловне Новицкой которая снялась в группе резиновые ноги художница примитивистка совершенно замечательная удивительная личность вот на правой штанине каким-то образом отразился ее чудесный портрет сделанный Малышевым Мишей вот а следующий слайд как раз вот синтезатор Эдика и собственно Эдик во время озвучивания выставки Эльфреды Новицкой вот следующей группой того времени значительной конечно же стала группа Геликоптер Блюз Бэнд Якова Петерсона опять извините что я много говорю про свою семью вот фотки сделал Митя Посиделов вот эту также во время выставки Эльфреды Новицкой и вот в этом шарфике таком прям как сейчас представляю из какого материала он сделал Яков Петерсон вот проект Геликоптер Блюз Бэнд англоязычный они играли блюз собственного сочинения англоязычные блюзы собственного сочинения слово вертолет по одной версии появилось совершенно не случайно по задумке оно вносило какой-то местный колорит потому что в Ростове как все мы знаем но поскольку трансляцию идет не только на Ростов но и на более широкий уровень то в Ростове выпускаются вертолеты до сих пор и это одна из отраслей промышленности региона и так это была версия университетского журнала Закон Мерфи но я все же думаю что это все неправда что это была какая-то шутка Якова Петерсона вот я думаю что это все-таки связано с музыкой Лидзеппелин дальше я хотела бы прочитать фрагмент из эссе Вовы Овечкина которая мне очень нравится и лучше всего оно характеризует и группу Геликоптер Блюз Бэнд и Якова Царство Небесное Петерсона значит чувак невиданный чувак с доселе невиданной внешностью с внешностью Мика Джаггера на серебристом Джипсоне Джипсон гитара он подключал к транзистору океан и они играли Вичу и Ахея во дворе за гастрономом сидя на пустых ящиках из-под яблок лучшего исполнения я не слышал даже о Пинг Флойд до сих пор у меня мурашки по коже и сейчас вы не встретите такого в ростовских дворах измельчали я сразу влюбился в Яшу пишет Вова Овечкин это был бескомпромиссный человек играющий блюз и вот что губит нашу рок музыку так это то что сами музыканты не выглядят как рок-старс это просто увольни из глубинки плохо играющие и малопонимающие что они играют и зачем и нет никаких музыкальных корней и предпочтений главное чтобы было честно считает Вова Овечкин но кому нафиг нужна ваша честность и ваш микроскопический жизненный багаж ну нафиг это там в оригинале было круче сказано я думаю главное обманите сделайте шоу вот Яков как раз и делал шоу и его можно было представить на любой сцене мира с любой группой мира вот такая цитата из рассказа Вова Овечкина и она мне очень нравится из документального рассказа скажем так ну вот возвращаясь к группам рок-клуба обо всех я конечно не успею рассказать но их было 12 12 вольт абонент 0,9 зазеркалье геликоптер матросская тишина которая потом переехала в Москву Оникс из Новочеркасска Пекин Роуру площадь Согласия Таганрог Театр Министрелий Элен Спутник Востов Элен Чистая вода из города Оксая Площадь Согласия как я уже сказала была группой которая курсировала между Ростовом и Таганрогом но тем не менее она была все-таки была приписана к ростовскому рок-клубу так что площадь Согласия это не только площадь в Париже но и наша группа созданная в 87-м году в Таганроге Сергеем Арестовым изначально они ориентировались на бардрок и записали 4 альбома сказания о ловце жемчуга записки дилетанта маленькие деревянные человечки петелька помимо Арестова в концертных выступлениях принимали участие Олег Корниенко Руслан Ясаев Сергей по кличке Сеня Песецкий и Дмитрий Митреевич Калашин вы его прекрасно может быть знаете а может быть не прекрасно он очень кайфовый веселый человек и всегда встречая в соцсетях его комментарии я радуюсь и замечательный дизайнер группа располагается в удивительном месте в Богудоне это такая рыбацкая деревушка в Таганроге куда во времена Великой Отечественной войны не мог спуститься ни один немецкий солдат потому что это практически отвесные такие ступеньки так вот Арестов снял там квартиру которая была громко названа Кассиан Хаус и стала штабом группы где там проходили репетиции проходили концерты квартирники и записывались магниты альбомы а вот альбом маленькие деревянные человечки был как раз отрецензирован как я сказала Житинским Богудония настолько невероятная что ее оценили киношники вот совсем недавно вышел фильм который назывался Юзезе жесткий даже не фильм а сериал жесткий такой сериал тем не менее прекрасно снят там город Ростов-на-Дону и съемки все что касается наркотиков из этого сериала проходили в Богудонии правда музыку к этому сериалу уже писала писала другое поколение и это была музыка рэп датой рождения ростовского клуба можно считать заседание в январе 86-го года местных рок-деятелей и чиновников городской администрации если существовало деление на касты я примерно расскажу как я это представляла почему важно это сказать потому что для понимания атмосферы тех лет во-первых были комсомольцы так называли хороших комсомольцев полностью и были комсюки комсюками называли плохих комсомольцев которые не готовы были сотрудничать с рок-музыкой делали доносы творили всякие нехорошие делишки и вот такое уничижительное погонялово как раз и было и комсюками также называли людей которые делали себе карьеру и готовы были вытоптать все вокруг себя ради этой самой карьеры была прослойка которая называлась мажоры вы прекрасно все их знаете по песне Шевчука мальчики мажоры и были еще люди которые назывались урла или люберы такие жестокие хулиганы готовы физически расправляться с теми кто играет рок носит прическу с длинным волосом или с хайером или серьгу в ухе и для понимания того что это были совершенно не шутки вот такая история однажды группа спутник восток возвращалась в поезде с гастрольной поездки у них случился конфликт с людьми которыми которым не понравились их внешние проявления не такие как у всех и вот в результате того одного из музыкантов сбросили с поезда и он получил очень серьезные травмы настолько серьезные что когда я с ней встретилась с ним много лет спустя в лондоне у него по-прежнему было расстройство координации движений в результате той травмы собственно из-за той травмы он и получил убежище в другой стране ну это вот к тому что могли случаться вещи которые просто меняли кардинально судьбу людей ну вот и в общем рок-музыканты пришли в этот в лежбище врага вигвам комсомольцев который был в администрации и убедили что нужно с помощью тех самых светлых комсомольцев что нужно организовывать рок-клуб и первым председателем рок-клуба стал многократно упоминаемый Валера Посиделов составили некий протокол о рок-клубе Посиделову быстренько раскусил что это административная работа и она ему совершенно неинтересна и он вернулся к творческой деятельности следующим председателем рок-клуба стала Елена Артикульная а потом уже Петя Москвичев Петр Москвичев надолго и и до конца существования рок-клуба вот кстати когда я сказала про нападение на спутник Восток также было нападение и на ростовского музыканта Саша Котлова который носил длинные волосы и как бы был также масштабная драка с участием Сергея Тимофеева и некоторых других музыкантов все было достаточно грустно и в некоторых гастрольных поездках места где играли рок-музыканты просто окружали Люберы и в разных городах они по-разному назывались но в общем для России было именно название Люберы по Люберцам в отличие от Ленинградского рок-клуба который постоянно находился на улице Рубинштейна 13 у ростовского рок-клуба не было постоянного места то собирались на Лермонтовской Островского в подвале то в Доме культуры на Садовой и и вот кстати в апреле этого года ой в апреле в мае этого года в Петербурге должны установить на Рубинштейна 13 мемориальную доску в честь того что существовал рок-клуб об этом своем телеграм-канале рассказал вице-губернатор Петербурга вот чуть позже после того как рок-клуб сошел на нет Петр Москвичев создает на базе Дунькиного клуба студию R и из нее он делает концертную площадку на которой выступают куда перемещаются ростовские рок-группы и приглашают из других городов различных музыкантов Юрия Наумова из известных Майк Науменко лидер группы зоопарк о котором наш земляк Дмитрий Дебров в интервью сказал я работаю над записью новой пластинки но беда к несчастью я мало одарен по сравнению с Майком Науменко я вообще ничтожество я прошу прощения я не поняла был слайд спутник восток или нет так значит пропустила ну кто захочет тот может видеть страничку со спутником восток в печатном варианте в макете спутник восток позже поменявший название на группу Элен в разное время играли Олег Межеровский Рома Калиткин Сережа Черевков Виктор Сорокин позже к группе присоединяются два участника Пекин Роу-Роу Дмитриенко и Константин Лещенко группа дает серию танцевальных концертов очень популярные и при полном отсутствии клубных площадок выступают в кинотеатрах в кафе в домах культуры я считаю пионеры клубного движения и так же группа принимает во всех концертах рок-клуба и вот они впервые разогревают приехавших в Россию группу Назарит и Юрая Хип ну что историческое событие я считаю что в это время что я хотела сказать что параллельно к этому на телевидении вместе с Кириллом Серебренниковым мы делаем ряд программ которые уже и начинают как-то фиксировать на пленку происходящее программа чижик-пыжик не сохранившаяся там сталкивались студии классические ансамбли и металлические например истории в стиле рок и программа труба в одной из выпусков истории мы Кирилл вместе с упомянутым Эдуардом Акарачем Кичиджи нам снимают прекрасный клип для спутника Востока дискография пять альбомов что происходит сейчас сейчас Сережа Черевков создал проект холод Олег Межеровский пишет музыку к мюзиклу Ростов и город Ростов-на-Дону будет единственным городом в России у которого будет собственный мюзикл вот презентация будет и будет наверное скоро да так ну во всяком случае ждем этого события я хочу полистать но боюсь сбиться о пожалуйста вот спутник Восток слева Сергей Черевков в черных очках как у Ленана Рома Калиткин а это вот такие чудесные афиши бывали труба о которой я говорила вот ее шапка это я это Кирилл Серебренников мы эту программу ввели и всячески прославляли местные рок-группы так прошу прощения ага вот театр Министрелий пожалуйста театр Министрелий сначала назывался Летучая рыба отцы-основатели не один а сразу много Леша Золотухин Боря Бодок Андрей Агарков Саша Слепченко и Летучую рыбу сменила название театр Министрелий собственно под этим названием группа прославилась обилием хитов сделанных на базе такого получерного юмора цитата дермантиновая кепка дермантиновый пиджак вот что мне за пятилетку обеспечил мой верстак красные девушки самые красивые красные девушки самые счастливые еще была песня я рокер страшный рокер моя душа темная я погряз в пороки меня не любят деньги дети не любят отцы меня не любят мамы не любят отцы у маленьких детишек я отбираю леденцы ну в общем это были такие чудесные хиты каждый год группа выдавала что вообще невероятно по альбому один так и назывался театр Министрелий другой назывался под знаком Тельца затем Блюз городских окраин в 88-м году был урожай сразу три альбома равняясь мирная рокер пурга все они были записаны здесь в Ростове-на-Дону потом в связи с некоторыми событиями Леша Золотохин перебирается в любимую им Ирландию и уже в Дублине записывает два альбома также под именем Театр Министрелий на Пасашок и дом возле океана так я не понимаю куда делась у меня страничка про 12 вольт надеюсь что я ее все-таки найду 12 вольт обложка которая была ладно я потом тогда вернусь чтобы не сбивать с ритма весь квартал Иван Трофимов важнейший лидер тех лет Олег Гапонов Иван Трофимов 1994 год в центре Ростова они смутно помнят что они делали но говорят что была демонстрация они песен не пели к насилию не призывали автор фотографии неизвестен но вы видите где она сделана у знаменитой скульптуры у знаменитого дома снимок был опубликован в журнале кто главный Сергеем Медведевым которого я уже цитировала и что происходит в то время Виктор Пивторы Павло преподаватель Ростовской консерватории по классу ударных занимается тем что работает на многих станках называется многостаночник регулярно выступает с бигбендом Кима Назаретова с группами Пекин Роу Роу 12 вольт и в числе прочих он сколотил необычный такой ансамбль где играли на сковородках кастрюлях бочках баночках и скляночках ну не зря барабанную установку кухней называют вскоре этот молотильный коллектив объединяет свои усилия с лидерами проекта Че Данс автором песен Иваном Трофимовым и вокалистом Олегом Гапоновым в состав Че Данс также входил знаменитый художник Коля Константинов и вот новый этот проект который назывался Че Данс плюс Пивторы Павло плюс Пивторы Павло просуществовал до 95-го года вот затем группа переезжает в Москву уже под названием запрещенного барабанщика клип про убитого негра появляется в начале 98-го года потом случается дефолт который собственно отложил выход альбома а из серии любопытные факты клип на песню Куба бесплатно снял Тимур Бекмамбетов для Бекмамбетова это был первый клип и для группы тоже первый клип удивительно название запрещенной барабанщики придумал Иван Трофимов до этого группа называлась Торпеда и также ансамбль барабанщиков под управлением певторы Павло название впервые засветилось в эфире MTV в 99-м году в результате дружеского пари между Артемом Троицким и Борисом Зосимовым кстати вот здесь вот есть один человек в зале который посоветовал мне посмотреть фильм маршрут рене и зари спасибо большое я вам тоже его советую посмотреть фильм очень прикольный там и участвуют как раз Артемий Троицкий Жанна Гузарова и Гарик Сукачев они играют рок-стар в смысле обитателей дома престарелых для рокеров вот такой есть Зосимов боялся ставить в клип про негров эфир опасаясь скандала а Троицкий наоборот говорил что это потенциальный хит если его правильно подавать они поспорили на коньячок в итоге клип попал в ротацию и понеслось как позже вспоминал Виктор Пивтар и Павло это была слава но это была слава хотя это хотя альбом убили негра стал одним из главных китов и в интернете даже появился клип про убили негра посвященный этой песне была и обратная сторона музыкантам приходилось серьезно отвечать на вопросы про расизм и серьезно говорить что они вообще не имели ввиду что нужно призывать убивать афроамериканцев и так далее да если кто-то хочет то можно найти интервью вот Виктора Пивтары Павло в новой газете как раз где он анализирует все плюсы и минусы этого этой песни тем не менее скандально известный негр обеспечил группе многие награды вот сейчас перечислю золотой граммофон золотая пятерка главная премия фонда загубленного детства лучшая песня года по версии журнала ОМ премия первая премия журнала ФУС за лучшие видео года вот конфликт между Иваном Трофимовым и Виктором Пивтары Павло заставил группу изменить репертуар Ваня стал говорить что сотрудничество невозможно и в результате Трофимов запрещает остальным музыкантам исполнять созданные им песни в список запретных попало 28 номеров 38 номеров включая знаменитые Обили Негра Модная Любовь Только Дай Петрова Надя Чек Амфибия Шаурма Салям Алейкум Берлин ну то есть фактически все хиты группы ну собственно что еще сегодня группа запрещенные барабанщики это активно гастролирующий коллектив и после этого раскола каждый пошел своим путем Иван стал пробовать себя в роли продюсера в различных столичных альбомах групп Ландыши Кабарнаденев Залив Кита и Ростовских Зазеркалье Церковь Детства потом он сказал что разорился на этом и завязал с рок-музыкой как жанром он стал писать сценарии переехал да переехал в Болгарию и стал заниматься кино и собственно когда в Ростове возник и к сожалению угас забыла как он называется кинофестиваль то Ваня привозил как раз болгарских музыкантов и было здорово группа Зазеркалья перечислять не буду вы прекрасно все знаете их те кто не знает ни о чем не скажет группа была образована в 87 году первые 4 года считается что влачило не очень яркое существование но с приходом Олега Гапонова или извините Олега Михайловича Гапонова все моментально изменилось здесь рядом с Толстолуцким Олег вот второй слева там он в центре там же вы видите чуть выше него Эдика Срапионова о котором я уже рассказала так вот все изменилось потому что пришел Олег идеолог человек мозг и все и все такое в 89 году Олег покидает свой некогда родной Пекин Роу-Роу и вот переходит в группу Зазеркалья в Скове записывается магнит-альбом солдатская совесть и мгновенно происходит фурор Александр Кушнир столичный автор энциклопедии Золотое подполье Рокса Миздата включает в легендарную сотку альбом солдатская совесть и в том же году Олег Гапонов в интервью журналу Ура Бум Бум интервью называлось Богатые люди не слушают эту музыку говорит что альбом солдатская совесть это балладность и истории про собаку про войну в Карабахе про песню я братишкам письмо посылаю на волю то есть он ориентировался на написание тех людей которые вот-вот уйдут в армию или готовятся уйти на следующий год вся эта мощь такая безудержная выливается в пластинках бугорки безымянных могил все золото мира я хотела сказать что в 2005 году выходит альбом власть судьбы о которой один из критиков на сайте звуки.ру значит написал так аранжировки у группы не особенно удачные звук простенький вокал вообще никакой но за отсутствие фальшивой дипломатичности большого города им еще и не такое простить можно вот несмотря на всякие вот такие оценки два Олега Олег Гапонов и Олег Толстолуцкий удачно работают вместе и даже записывают с американской певицей Сарой Айрс шесть композиций Олег проживает две жизни зазеркальную и реальную участвует активно в деятельности групп Донская романтика Хлеб-Соль и это товарищество записало 16 альбомов представьте с 90-го по 2011-й 16 релизов ну как бы вот что бывает когда людям есть что сказать да несмотря на все вот такие вот оценки о которых я сказала сейчас те самые песни Олега Гапонов и товарищей которые были названы ужасающе несовременными ага я перелесну тем не менее что происходит сейчас сейчас группа компания Кластер и музыкант и продюсер Андрей Морозов он находится в этом зале издал все альбомы Зазеркалья и они успешно продаются ну как бы звук простенький никакой а тем не менее успех ого-го то есть время все быстренько расставило на свои места и альбомы кстати вот тут есть вот это страничка из Ура Бумбума дизайнер Елена Теплинская вот так она увидела Олега Гапунова следующий слайд это Олег Гапунов и группа Зазеркалья по-моему это не знаю в Тюмени по-моему совместное выступление с Ником рок-н-роллом и его группой чертовых куклы Ник рок-н-ролл там вот рядышком вот знаете вот я уже упоминала Чкаловский где мы находились и куда приходили письма которые я до сих пор трепетно храню ну например есть письмо из Хабаровска адрес там такой Ростов-на-Дону улица Казахская журнал Ура Бумбум передайте группе Зазеркалья и в нем признание в любви Гапунову и группу Зазеркалья это было так трогательно вот без номера дома без квартиры без ничего ну как это все равно что написать почтальону Печкину тем не менее вот такой вот факт вот я хотела сказать что опять же со временем как мне кажется у некоторых людей не только не пропал но и возник интерес к ростовской рок-музыке может быть может быть я идеализирую но но тем не менее вот смотрите получится нет не получилось да это вот альбомы пожалуйста альбомы группы Зазеркалья которая выпустила продюсерская компания Кластер и кстати компания помогла сделать мне вот эту презентацию вот смотрите эта же компания сделала стикеры где вы можете видеть Дениса Третьякова и там даже вот не подписано Дениса а просто вот такие цитаты слава кроту вверху сам Андрей Морозов взлетаем потому что они когда он был музыкантом группы астероид Сергей Тимофеев в центре нана-нина-на-на космонавты мертвы Гапунов Маша Багарас художница да в кластер входят еще художники искусство или смерть Николай Константинов убили негра внизу Виктор Певтабры Павло Дежечко Жабинский Подземка ну Ура-Бум-Бум-Я Валера посидела ну в общем я думаю что стикеры это прекрасно это даже лучше чем стикс потому что стикеры можно приклеить куда угодно а стикс уже важен когда ты ласты склеил вот и и и вот 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 такая компания следующий о ком я хотела рассказать это самая такая драматичная наверное одна из драматичных страниц ростовской рок-сцены и драматичных персон это группа Пекин Роуру это личность Сергея Тимофеева вот собственно это автопортрет нарисованный это Пекин Роуру в таком фотографии Эдика Срапиона в центре Коля Константинов и очаровательные девушки хорошие люди несколько лет назад сделали сайт и посвятили его Сергею Тимофееву они говорят поэт музыкант и ангел нам повезло в одно время с ним жить и этот замечательный интернет ресурс складировал то чего он успел сделать вот группа не была политизирована как другие песни это такой фейерверк безудержного веселья также они считали что они никогда не будут выглядеть как рокеры они будут носить смешные шапочки дурацкие штанишки Сережа носил безумно растянутые свитера которые вязала его тетя и в общем такой я не знаю как эти наряды назвать но слово дурацкие в принципе подходит но наверное этого они добивались вот и главное что у группы была такая радость и хлещущая через край вот объявив бой джинсам косухам сапогам казак они объявили ну не то что бой они просто стали исповедовать свою культуру веселье веселье еще раз веселье и соединяли в себе такое несоединимое очень быстро все поняли что с Тимофеевым никогда не будет скучно поняли это и художники и сделали группу искусство или смерть из которых теперь кто остался теперь ну вот Кисляков которого я упоминала и наверное все и наверное это все кто остался жив из этого товарищества возможно я ошибаюсь группировка искусство или смерть была очень важна для ростовской культуры есть толстая толстая книга она издана в Москве которая так и называется искусство или смерть есть также книга Макса Белозора волшебная страна где описано как эта группировка появилась это все появилось в мастерской у Валерия Ивановича Кульченко были собраны где собрались художники попить вина или не только вина и они рассуждая об искусстве решили в какой-то момент что или искусство или смерть третьего не дано когда Кульченко услышал это он понял что формулировка гениальна он встал на колени заплакал и сказал ребята какие вы талантливые и позже в мемуарах Белозур так и пишет старый Кульченко встал на колени и заплакал старому Кульченко было на тот момент 27 лет примерно и и вот да несколько лет назад в Ростове была поставлена спектакль бродилка поставил его Всеволод Лисовский также талантливый человек рожденный в городе Ростове-на-Дону кто ходил на спектакль молодец кто не ходил уже наверное поздно но может быть есть и записи Лисовский теперь также вынужден был уехать из страны к сожалению вот и там же как раз вот и есть глава которая иллюстрирует собрание иллюстрирует картинку искусства или смерть снято там в районе улицы Очаковская и ниже к Дону где стоят трубы какой-то ТЭЦ Абсолютно гениальный спектакль но до того как все это случилось и до того как стали появляться книги спектаклей и так далее Сергей Тимофеев родился вот это он с братом в таких смешных косыночках как что-то там делают у себя смешное я не видела родного брата Сергея Тимофеева говорят что они похожи невероятно вот ну какое-то время он жил там где и родился в городе Сыктывкаре в 59 году потом учился в львовском полиграфе потом участвовал в выставках как художник в Сан-Флоранциско во Флоренции в Брюсселе и где-то еще ну это абсолютный пример мифотворчества когда потому что никаких выставок там не было ни во Флоренции ни во были выставка как я уже сказала номер 3 товарищества в кооперативном туалете была у вас выставка Италия имеет форму сапога выставка которая не считается потому что все было очень плохо вот и это был характерный прием Пекина в Роуру мешать правду и неправду творить мифы из ничего и это было очень трогательно мило и вообще кайфово Пекины записали два альбома два альбома сейчас да прежде чем я перелистну на этой фотографии Сережа вместе со своей дочкой Алисой вот 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 один из примеров как выглядели кассеты туда вставлялась вот такая бумажечка когда кассета заедала в нее вставляли карандаш граненый и прокручивали потому что пленка часто заедала вот это бук это я пленка часто заедала и поэтому применялся карандаш может это знак пора заканчивать вот обложка буклета искусство или смерть говорят что это стилизованный тирагонян но я не знаю а здесь вот на этой чудесной фотографии Сережа Тимофеев его жена Вика теперь она носит фамилию Врубель вот следующую девушку я не знаю но как я говорила вместе мы должны узнать кто это красавица а справа Валера Примеров вот фотографии из архива Юлии Быковой второй альбом назывался Живая Сила помимо альбомов Сережа успел с поэтом за озерной школой Игорем Бондаревским выпустить тоненькую книжечку она называлась Трихинопуты как я сказала уже праздник царицы Клеопатры Трихинопуты может быть покажу да точно вот Гена Жуков он выступает на том самом знаменитом празднике где участвовали бомжи художники и не только вот в том чемоданчике фотография Трихинопутов вот здесь картина Сергея Тимофеева которая называется летняя прогулка совершенно замечательная на мой взгляд работа хотя вот Кирилл Серебренников говорил а мне живопись Тимофеева не нравится но я должен ее иметь я же снял клип не знаю в итоге есть у него или нет а вверху также рисунок Сергея Тимофеева поскольку помимо поскольку музыка денег не приносила он работал штатным художником газеты комсомолец рисовал к статьям иллюстрации и и и собственно вот эта иллюстрация газете пресс-адъютант а Сергея Тимофеева можно прочесть прекрасную книгу воспоминаний Дмитрия Деброва «Раб лампы» Кирилл Серебренников и Вероника Богма Сапкор канала Россия по Ростовской области сняли документальный фильм в память о Сереже и назывался он «Шиги-джиги все будет хорошо» клип Кирилла ну резиновые ноги наверное не видит только слепой или ленивый участвует там также Эльфрида вот я еще хотела сказать что вот этот рисунок он создал по предложению знаменитого нашего журналиста Сергея Викторовича Синеука с нуля Сережа разрабатывает шрифты для газеты пресс-адъютант и весь визуал и также в этой газете которая конечно теперь редкость он написал заметку которая называлась «Каждый божий день» и в ней рассказывалось про городского сумасшедшего потому что тогда городские сумасшедшие и бомжи были редкостью сейчас на улицах их можно встретить повсеместно а тогда они останавливали жила останавливали внимание по Большой Садовой ходил человек который продавал газеты и о нем продавал газеты был он похож на Карла Маркса с такой длинной бородой а вот человек о котором самолично сочинил рассказ Тимофеев он ходил по парку Горького и в шляпе с птицей живой сидящей или не помню но вот про этот рисунок я еще хотела рассказать концепции Синек выбрал слова которые в предисловии к Дон Кихоту есть Севилья сумасшедший помешавшийся на самой странной и забавной выдумке какая только может быть на свете дело в том что выдолбив тростинку он ловил на улице собаку и наступив ей одной ногой на заднюю лапу другую приподнимал и старательно вставлял тростинку в известное место а потом надувал в нее пока собака не становилась круглой как мяч доведя ее до такого состояния он хлопал два раза по животу и отпускал на волю говоря зрителям толпившимся вокруг ну как по-вашему легкое ли дело надуть собаку ну как по-вашему легкое ли дело собирать новости и выпускать газету Тимофеев выстолковал палец брутально вот совершенно брутально он ставил его собаке в известное место и тут же не подкопаешься они принесли этот макет утверждать в союз журналистов Ростова и им говорят это что это нельзя так Тимофеев и Синек стали доказывать что это испанская классика мирового уровня короче это дело не прокатило не проканало им велели заклеить палец вот ну наверное литературы литературоведы разберутся почему у Сережи была такая интересная склонность к бомжам ну вот праздник Леопатры бомжи газета пресс-адъютант бомжи вот ну а рисунок собакой остался он находится у Сергея Викторовича Синеока дома под стеклом хранится бережно вот а это ксерокс закрашенного заканчиваем так меня попросили заканчивать поэтому у меня осталось много чего несказанного ну и слава богу я вам тогда быстренько тогда пролесну покажу картинки которые остались потому что не зря вот значит заканчивая хочу сказать что вот эта красавица это дочь Тимофеева она живет с нами в одном городе ее зовут Алиса предыдущая была маленькая девочка это тоже она это Сергей Тимофеев работы Миша Шелудько портрет при жизни а вот эти два чудесных человечка это те внуки которых он не успел увидеть могила Сергея Тимофеева в Москве вылеплен ангел глиняный и я думаю это здорово потому что если бы он был мраморный он был бы холодный здесь рассказ про иллюзию независимого радио звуковое приложение которое существовало при журнале и которое увековечило многих ростовских музыкантов потому что выяснилось что этот подкаст что это стал подкастом этот проект иллюзия независимого радио и подкаст этот появился на 15 лет раньше чем в Америке голосом подкаста был Андрей Барышников вот он на фотографии слева рядом с Викой Тимофеевым Сергеем Тимофеевым и Алексеем Евтушенко писателем это я думала вам рассказать про то как неизвестная группа стала присылать для иллюзии независимого радио свои записи и картинки и наклейки на холодильник а потом выяснилось что группа стала знаменитой и все ее знают она называется Би-2 это обложка которая подтверждает что вот все обложки журнала на которых все мои любимые ростовские музыканты и теперь я должна быстренько закругляясь сказать что готовится антология Андрей Морозов и компания Кластер обещают выпустить книгу где будут собраны лучшие публикации Зура Бумбума и вы ее сможете наверное прочесть ну вот как-то так спасибо за внимание спасибо простите пожалуйста если я какие-то группы ой спасибо большое спасибо тебе очень приятно и извините пожалуйста если я о ком-то не сказала но просто потому что дико переживала и понимала что нельзя объять необъятно я хочу сказать что весь этот период касался 80-х годов но Артокрайна обещала что скоро выступит почитаемый мной Денис Третьяков и он расскажет вам про то что было сроком в 90-х годах да спасибо еще раз что все пришли Галина спасибо отличная лекция да скоро программа летняя наша появится да так что следите за обновлениями ближайшие будут про живопись про ростовское кино вот так что ну в общем следите за новостями спасибо